Привет, друзья! Мы с вами на канале Русская Дымка. Сегодня у нас новая тема. По крайней мере, новая она для меня. Надо сказать, мое первое знакомство с самогонными аппаратами состоялось с аппаратом колонного типа. Поэтому с пластическими аппаратами, с сухопарником и холодильником я еще дела не имел. И вот сегодня решил исправить этот пробел собственного образования и познакомиться, и познакомить вас с таким аппаратом. Встречайте Славянка Премиум. Сейчас посмотрим, что там есть. Бумаги. Славянка Премиум. Дистиллятор бытовой. Руководство по эксплуатации. Премиальный купончик магазина Русская Дымка. Книга «Виновый самогон». Я уже показывал вам эту книжку. Много интересного, полезного и мой рецепт. Спиртометр бытовой до 90 градусов. Лента ФУМ. И, судя по всему, биметаллический термометр. Шланг. Даже два. Как мне кажется, два метра или около того. Сам аппарат. Сам аппарат упакован в кучу пупырчатой пленки и отдельно еще замокан пленкой пищевой. Судя по всему, в расчете на дальнюю доставку по всем просторам нашей страны. То есть, доберется до вас целость и сохранность. Так, сам аппарат. Чистенький, блестящий, без заусениц, без видимых следов машинного масла и прочих производственных загрязнений. Сварен аккуратно. Шланг устанавливается с большой натяжкой, снимается еще с более сильной натяжкой, так что протечек быть не должно. Холодильник неразборный, зато разборный сухопарник. Барашек убежал. Крышка сухопарника. Прокладка для герметичности. Сам сухопарник. Что нравится? Нравится достаточно большой для аппаратов такого типа диаметр трубки от бака к сухопарнику и от сухопарника к холодильнику. То есть, в сравнении с другими тонкотрубочными аппаратами, здесь мы будем иметь выигрыш как в долговечности устройства, так и в производительности. Вообще, добротно все сделано. Ничего не крутится, не хлябает. Все на месте. И прокладочка для герметичности. Тоже мне понравилось. Ну и, по всей вероятности, бак. Тоже упакован в массу пыльчатой пленки. В расчете на то, чтобы доехать целым до вас в любом месте нашей страны. Хорошо. Бак надо помыть. Вверху у него горловина с пятью барашками. И патрон для установки термометра. Видимо, именно сюда предназначена лента фум, чтобы ничего не сквозило. Хорошо. Сейчас я иду промывать его, собирать. Проведу разогрев на воде. Отдельно это показывать не буду. Покажу уже, когда все соберу в готовом для тестирования виде. И сделаем перегонку. Первую и вторую, дробную перегонки на этом аппарате. Посмотрим, какой продукт может получиться. Перегонять будем брашку, которую я сделал из инвертированного сиропа. Подсказка будет наверху. Вы можете посмотреть. Брашка получилась отличная. Вот сейчас ее применим. Пошел мыть. Ну что, друзья, приступим, благословясь. Аппарат я промыл, прокипятил. Залил в него шесть литров. Две трехлитровые банки браги. Бак у меня на 14 литров. Можно заполнять больше. Примерно литров до 11. Если вы уверены, что брага у вас пенится не будет, то можно и чуть больше. Но мне для эксперимента хватит 6 литров. Тем более, что я хочу посчитать спиртуозность браги. Есть тонкий нюанс. Не все начинающие самогонщики знают, что просто измерить крепость браги, опустив с него обычный спиртовой ореометр, нельзя. Потому что спиртовой ореометр проградуирован из предположения, что его погружают в смесь спирта и воды. Для браги это не совсем верно. Поэтому для того, чтобы измерить спиртуозность в браге, пользуемся таким подходом. Мы перегоняем брагу до воды, получаем спирт-срец. Измеряем крепость спирта-среца при 20 градусах при комнатной температуре. И предполагаем, что весь спирт у нас, спирт-срец, прошел. Потому что перегнали мы до 100 градусов в баке до воды. Соответственно, зная количество спирта, абсолютного спирта в сырце и объемом исходной браги, мы можем посчитать исходную крепость браги. Это более корректно, чем пытаться измерить брагу при помощи спиртового ориометра. Итак, 6 литров. Я установил термометр в гильзу. Гильзу закрутил ключом на ленте FUM, чтобы все было хорошо, ничего не протравливало. И сейчас приложу аппарат и начну отбор. Греть все наше хозяйство я сегодня буду плиткой Китфорд. С ней я еще не работал. Чем она мне уже нравится, еще до того, как я начал перегонять, у нее очень тонкая шкала регулировки мощности. От 200 до 1800 Вт с шагом 200. 200, 300, где-то так. Она умеет работать. 200, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800 Вт мощности. Мне нравится такая точная регулировка. Так, я прилаживаю аппарат на бак. Протягиваю пять барашков. Проверяю крепость затяжки барашка на сухопарнике. Шланг на нижний патрубок змеевика. Устанавливаю дивертор. Дивертора в комплекте с аппаратом нет, поэтому рекомендую заказать вместе с ним. Так, проверяю охлаждение. Производитель утверждает, что здесь в холодильнике зашит метр змеевика. Смотрим, насколько эффективно это будет работать. Ну что ж, с Богом запускаемся. Начинаю разгоняться на максимальной мощности, 1800. Когда температура в баке подойдет градусам к 60, я включу охлаждение. Покажу вам первые капли, когда они пойдут. И будем гнать до воды до 100 градусов. Ну что, температура у нас подходит к 60 градусам. 54 градуса сейчас. Скоро пойдут первые капли. Пока хочу рассказать, как устроен, как работает сухопарник на аппарате. Внутри сухопарника проходит трубка. Трубка, ведущая пар из бака. И заканчивается она вот на этом уровне. Соответственно, пар из узкой трубки попадает в широкую емкость сухопарника. Расширяется. При расширении охлаждается. Соответственно, самые тяжело кипящие, самые противно пахнущие фракции. При этом выпадают в виде конденсата и накапливаются в емкости сухопарника. А более легкие пары проходят по трубке и поступает в холодильник. Соответственно, после каждой перегонки в стаканчике сухопарника образуется жидкость с сильными сивушными ароматами, которые нужно сливать. Также, при второй перегонке, в сухопарник есть смысл помещать разные ароматические добавки для того, чтобы ароматизировать на лету наши пары и получать ароматизированный, естественными добавками, самогон на выходе. Около 60 градусов сейчас в баке. Сухопарник начинает открываться. Я подам охлаждение. Вот такой небольшой струей для начала. Чтобы у нас не произошел выброс пара, потихоньку будем прокачиваться. В чем сводится настройка аппарата на первой перегонке? Мы гоним на максимальной мощности, чтобы минимизировать время, в течение которого отходы жизнедеятельности дрожжей будут у нас вариться и давать свои неприятные запахи. Мы минимизируем время. При этом нам хочется, чтобы у нас потребление воды было минимальным в холодильнике, но при этом продукт выходил к холодному. Соответственно, мы будем регулировать воду так, чтобы при минимальном напоре воды у нас все-таки на выходе был холодный продукт. В этом настройка на первой перегонке. Сейчас ждем первых капель и начинаем регулировать. Итак, на термометре у меня сейчас 68 градусов. Вот пошли первые капли. Сейчас будем регулировать. Установится отбор. Нам нужно, чтобы у нас была теплая струйка, чтобы холодильник работал эффективно и не потреблял лишней воды на охлаждение. Но при этом, чтобы самогон выходил прохладным. Первые капли имеют ярко выраженный головной аромат. Ну, это первая перегонка. Заберем все, что есть. Ну вот, отбор стабилизировался. Порядка 80 градусов в баке. Вот такая тоненькая струйка охлаждения. Вода охлаждения холодная. Может быть, она будет теплее, когда поднимется температура до 90, до 95 градусов. И вот такой вот отбор идет. Ждем, когда наберется продукт. Итак, друзья. Бак начал активно бурлить. Температура 100 градусов по термометру. В отборе, но на глаз, что-то около 2 литров. Запах чисто хвостовой. Я думаю, что отбор на этом мы прекратим. Я останавливаю плиту и убираю охлаждение. Пока все остывает ради интереса, попробую измерить крепость. Термометр АСП у меня упирается. Возьмем родной термометр, который был в комплекте. А потом сравним с АСП. Ну, примерно 38 градусов. Поэтому спиртометру со шкалой от 0 до 90. Ну и давайте я пробую аккуратно отлить и промерить АСП. А вот это интересное расхождение. Здесь у меня порядка 43. Этот явно показывает меньше. Все-таки я буду считать, что верные показания на АСП. В термометре АСП у него более ровная шкала. Да и народом он проверен лучше. 43. Таков результат первой перегонки. Перед второй перегонкой я уточню полученный объем спирта сырца. Ну и посчитаю крепость исходной браги. Напомню, ее было у нас 6 литров. Вот она и там с первой перегонкой. Все. Будем переходить ко второй. Итак, после первой перегонки я промыл аппарат, дождавшись, пока он остынет, слил бороду. И сейчас собираюсь приступить ко второй. При точном измерении оказалось, что у нас получилось спирта сырца 42-градусного. Чуть больше 2 литров. 2,80. Соответственно, я хочу его разбавить до 30 градусов. Расчеты показали, что воды для разбавления мне нужно взять примерно миллилитров 900. Чуть меньше. Отправим в бак сначала воду, потом наш спирт сырец. Соответственно, примерно 2 литра спирта сырца крепостью 42 градуса дают нам чуть меньше 800 миллилитров абсолютного спирта. Голов будем отбирать 10%. То есть, примерно около 80 миллилитров. Ну, сориентируемся, конечно, по запаху. Если потребуется, отберем 100 и 120. Ну, вот у меня мерная колбочка 100. В нее и будем отбирать головы. Отбирать головы будем предельно медленно, покапельно. Пока собираю, подключаю аппарат. Ну что, аппарат я собрал. Подключил к охлаждению. Как следует затянул все барашки. Как на баке, так и на сухопарнике. Очень важно на аппаратах такого типа не лениться и хорошо промывать сухопарник. После каждой перегонки. Чтоб не оставалось там следов сивухи. Головы отбирать готов. Подставил емкость на 100 миллилитров. В нее будет капать. Начинаю разгонять бак. Сначала на максимальной мощности. В районе 50 градусов. Подам охлаждение на холодильник. И буду ждать. Как только сухопарник станет теплым, буду снижать мощность, чтобы поймать головы на минимальной скорости. Итак, поехали. Мощность 1800. Ждем нагрева. Итак, друзья. За 50 градусов перевалила. Я подаю охлаждение. Хорошим потоком. Хорошим потоком. И начинаю ждать первых капель. А вот, вот, вот и они. Вот пикапают первые капли. Сейчас посмотрим. Я думаю, 500 нас устроит. Мощность еще чуть помедленнее. И подождем, пока стабилизируется отбор. Вот с такой капельной скоростью будем отбирать 80 миллилитров. После этого посмотрим, какой будет запах. И оценим, стоит ли отбирать головы больше, чем 80, которые требуются по расчету. Ждем, пока наберется 80 миллилитров. Незаметно накапало практически 100 миллилитров голов. Сейчас проверим запах. Запах нормальный, спиртовой. Ацетоном не пахнет. Поэтому берем и меняем приемную емкость. Добавляем мощность. Начинаем отбор тела. Отбор тела я планирую до 50 градусов. Я имею ввиду крепость в струе. После этого проверим запах хвостов. Ну что, друзья. У нас 49 градусов в струе. И начинают явно чувствоваться хвосты. Поэтому сейчас я меняю приемную тару. И хвосты соберу отдельно. У меня есть отдельная емкость. Вот такая. Куда я отправляю все хвосты, которые у меня остаются. А также неудавшиеся эксперименты с настойками. Поэтому она такого цвета. Здесь есть настойки, которые мне не очень понравились. Мощность можно увеличить. Мощность можно увеличить до максимальной. Лишь бы плился не кипяток. Охлаждение тоже добавим. И приступаем к отбору хвостов. Хвосты будем отбирать градусов до 10 в струе. Померяем, проверим. Они пойдут на следующую перегонку. А тело у нас вот здесь. И сейчас я постараюсь измерить его крепость. Итак, итоговая крепость. 68 градусов. Получилось на данном аппарате. По-моему, неплохо. Учитывая, что это аппарат не колонного типа. А обычный змеевик. 68 градусов. Абсолютно прозрачного самогона. Что хочу еще добавить. Как вы помните, у меня исходно было 2,80 литра спирта сырца. Крепостью 42 градуса. Я посчитал обратно крепость браги. Браги исходно было 6 литров. Соответственно, я посчитал абсолютный спирт. Пересчитал в крепость исходной браги. И получилось, что брага у меня была 14,5. Не круглое такое расчетное число. 14,5 градусов. Такая результирующая крепость была у браги, которую я показывал вам в ролике про турбодрожжи. Эксперимент с турбодрожжами закончен. Я его результатом доволен. Ну а пока отберу хвосты. Дождусь, пока все остынет. Промою аппарат и расскажу вам свои выводы. Ну что, друзья. Прошло несколько дней с момента, когда я закончил вторую перегонку на Славянке. Как видите, я занимался насыщенной спортивной жизнью. Успел кубарем слететь с велосипеда, повредить руку. Но начатый обзор, это закончить не помешает. Итак, по Славянке. Что понравилось? Понравилось качество исполнения. Понравилась возможность любого рабака, побольше, поменьше, разных размеров. Понравились широкие основательные трубки. Сухопарник, который можно разобрать, заполнить чем-то ароматизирующим. Понравилась комплектация. Пожалуй, не хватает только дивертора. Его обязательно закажите отдельно, для того, чтобы сразу начать заниматься перегонкой. Также полезным приобретением, считаю, попугай. Для того, чтобы не задумываться, не промерять крепость раз за разом на выходе, так как контролировать работу на второй трубной перегонке мы можем только по крепости в струе, попугай будет хорошим дополнением для этого аппарата. В режиме поставил, забыл. Аппарат такого типа, хороши, простотой, настройки. Поставил, включил, забыл. Читаю, для тех, кто хочет работать, а не экспериментировать с настройками, это будет оптимальный выбор. Понравилась невысокая цена на данный аппарат вкупе с качеством его изготовления и хорошим результатом на выходе, 68 на выходе для аппарата такого типа. На мой взгляд, очень приличный результат. Так что своим знакомством с классическими аппаратами, с сухопарником и холодильником, змеевиком, я доволен. Ну, а на этом все. Обзор своей заканчиваю. Ставьте лайки, задавайте в комментариях вопросы и подписывайтесь на наш канал. Русская дымка. Здесь интересно.